Всем привет! Xenoblade Chronicles 2, один из тех проектов, которые, ну, просто обязан увидеть тот, кто любит Final Fantasy, любит JRPG и вот эту вот всю японшину. Да, дорогие друзья, обойти мимо я никак не мог. Нинтендор, спасибо огромное за предоставленную копию игры. Вы подарили мне много часов интересного геймплея. Ну, в общем-то, давайте я готов рассказать уже, что ж там в итоге скрывается в самой игрушке. Я прошел специально немножко сначала на отдельной флешке по одной простой причине. Вы не должны получить от меня максимум спойлеров, а должны получить инфу по игре. Да, конечно, я вам сейчас расскажу много интересных особенностей, покажу различные геймплейные вставки, но все-таки как игра выглядит конкретно на самом Nintendo Switch, посмотрим вот буквально самый-самый первый уровень. Я, наверное, был немножко удивлен просто ввиду того, что давненько я уже не видел JRPG подобного масштаба. Все, кто говорит, что графика не очень плохая, вообще никакая, вы сами все видите. Прекрасная картиночка, здесь все, так как говорится, по-современникам, как надо. И для Nintendo Switch это один из, наверное, вот тех проектов, ради которых, в принципе, стоит покупать консоль. Но вам стоит это делать исключительно, если вы прям реально фанат Final Fantasy, JRPG и всей вот этой японской тематики. Я не зря это сказал с самого начала, прибавлю в силу того, что экран почему-то выдает какой-то странный цвет, а вот так выглядит все более реально, так как это и должно быть с самого начала. Так вот, если же вы не фанат Final Fantasy, например, XII, то вам здесь делать нечего. Эта игрушка однозначно не для вас и вам ее смотреть абсолютно не обязательно. В остальном это, конечно, шикарный большой проект. Но давайте обо всем по порядку. Начнем с того, что в игре у нас действительно большой объем контента. Сама история рассказывается у нас с нуля, а привязки к первой части нет. Это, можно сказать, просто вырванный контекст из мира игры. Сам мир игры построен на том, что существуют некие титаны, а на их спинах живут люди. Они, в общем-то, огромные, и территории здесь тоже достаточно большие. Но сам, собственно, наш главный герой перемещается на таком вот небольшом. Он мусорщик. По сути, искатель различных ценностей и сокровищ. Он их ищет, находит и перепродает. И, соответственно, у него есть свой маленький такой небольшой титан, где помещается буквально избушка на курьих ножках и все на этом. Вот, соответственно, главная завязка именно в том, чтобы спасти все человечество, потому что титаны начали умирать, площади для жизни становятся все меньше и меньше, но при этом люди стараются как-то выживать. Единственный, наверное, серьезный минус для вас может быть в том, что игра только на английском языке. Соответственно, если вы вдруг хотите русский язык, то, к сожалению, обломатушки, а знание языка здесь обязательно. И в этом плане, конечно, хотелось бы, наверное, чтобы это поменялось. С другой стороны, ну, друзья, в 2017 году вы должны знать английский язык, если приобщаетесь к подобным игрушкам. Собственно, JRPG у нас обычно были либо на японском, еще в моем детстве, либо они все-таки имели какую-то локализацию, но локализация исключительно на английский язык. Левые переводы, да, там пиратские, конечно, присутствовали, но мы их здесь не затрагиваем просто в силу того, что невозможно даже применить было бы, даже если бы мы захотели. Таким образом, это, наверное, самый большой минус игры. В остальном, мы действительно начинаем, получаем контракт некий, и, выполняя этот контракт, погружаемся в ту авантюру и заваруху, которая крутится вокруг абсолютно всего мира игры, и по пути спасаем этот самый мир. Вот если без спойлеров, то так. Но сюжет полон, не знаю, наверное, самого большого количества эмоций. Самого большого количества трагичных, веселых, предательских, дружеских эмоций, не знаю, взаимоотношений и так далее. Здесь действительно есть фактически все. И более глубокого, наверное, сюжета в этом году я в играх-то особо не встречал. То есть это действительно штучный проект, штучная возможность оценить возможности японского геймдела и, в принципе, геймдела как такового, потому что не влюбиться в персонажей, не влюбиться в харизму, в то, как они рассказывают о всем происходящем вокруг них, невозможно. Боевая система здесь достаточно простая. Она не пошаговая, как это принято в GRPG. Она в реальном времени, но она достаточно медленная и с применением огромного количества обилок. Плюс взаимодействие между персонажами. Соответственно, если вы вдруг хотите, то, конечно, можно спокойно совершенно поюзать, посмотреть различные варианты прокачки и так далее. Вот в остальном, ну, в принципе, плюс-минус GRPG. Наверное, ну, могу сказать, что немножко медленнолад, особенно, по-первых, вы для себя будете это ощущать, но, с другой стороны, ощущается это все очень-очень неплохо. То есть я не могу сказать, что это плохо, просто оно немножко для вас может оказаться недостаточным по скорости, как для меня, но я и не особо привык к GRPG, потому что в последнее время как-то у меня до них руки не доходили, да и особо много их не выходило таких, чтобы прямо желание было поиграть, попробовать посмотреть. Отсутствие пошаговой боевки, ну бы и бог с ней, на самом деле для меня это не критичный момент. Может быть, бы и хотелось, но нет и нет. То есть я абсолютно в этом плане не расстроился. Крит в игре, конечно же, присутствует. Не без этого побегать и поубивать монстров для того, чтобы прокачать своего персонажа придется. Ну, это и не минус, это особенности просто жанра. Не знаю, ставить это в минус было бы очень глупо и странно. Во всяком случае, здесь это незапредельно, мозг закипать не начинает, поэтому вполне все нормально. Еще хороший показатель для подобной игры, то что очень харизматичные персонажи, очень запоминающиеся, отлично прописанные диалоги, и, в общем, подача, конечно, вне всяких похвал. То есть, пробираясь через тонны гнида, вы все равно будете хотеть посмотреть на концовку, чем же вся эта история закончится. Мне кажется, для JRPG это лучшее из похвалы, какая только может быть. С визуальной точки зрения, я вам уже сказал, игра выглядит вполне себе современно, никаких претензий нету, на телеке выглядит она еще лучше, естественно, в Full HD разрешении, и меня, опять-таки, картинка удовлетворяет полностью. Я не знаю, кто там ожидал Next Gen или что-то в этом духе, там, не знаю, Infamous какую-нибудь графику, но по факту вполне-вполне. Какая оценка возможна для подобной игры? Да, в принципе, самое что ни на есть положительное. Я бы поставил 8,5 из 10. Да простят меня фанаты, ну, не знаю, это моя личная оценка. Мне зашло на 8,5 из 10. И, на мой взгляд, это более чем шикарный показатель. Если же вы считаете иначе, пишите об этом в комментариях. В принципе, назвать игрой года Xenoblade Chronicles 2 я не могу, но однозначно это JRPG последних, наверное, лет 5 точно, одна из самых-самых-самых интересных в плане подачи сюжета, и, наверное, интересная по миру. То есть ощущение, что мир огромный, богатый, просто невероятно населенный, наполненный, здесь тебя не покидает вообще ни на секунду. И огромное количество разнообразных локаций этому только способствует. То есть ты видишь, что да, это реально огромная вселенная с совершенно невообразимым, можно сказать, сумасшедшим геймдизайном. Действительно очень круто. Так что, если вы задумывались, то к покупке, в общем-то, вполне могу советовать 8.5 из 10. Игра для тех, кто любит финал фэнтези. Вот прям, наверное, так. Потому что я не знаю, насколько можно здесь варьировать и насколько можно раздумывать, но факт остается фактом, что Xenoblade Chronicles 2 один из систем-селлеров для Nintendo Switch на ближайшее время, 100%. Фанаты подобного жанра, я про JRPG, останутся довольно. Они просто должны сейчас писать кипятком отчасти. Как это, кстати говоря, делаю я. Может, я не такой большой фанат, но мне действительно безумно нравится, какая игра в итоге получилась. Огромное спасибо, что смотрели. Не забывайте ставить большие пальцы вверх. Внизу есть соответствующая красная кнопка, чтобы подписаться. Нажимаем на колокольчик, если уже подписались. И нажимаем на все уведомления. И, соответственно, шарим данное видео у себя в социальных сетях, чтобы ваши друзья тоже увидели вот такой вот обзорчик на Xenoblade Chronicles 2. Как-то его незаслуженно обошли. Не так много видео на ютубе на русском языке. Ну и, естественно, что правильно, пишем ваше мнение в комментариях. Мне оно всегда интересно. Матом ругаться не надо, пишите просто ваше мнение. Спасибо, что смотрели. Всем пока-пока. Просто сногсшибательный саундтрек. Вот прям я, честно говоря, кайфую. Он у меня поселился в Google Музыке и явно оттуда быстро не уйдет. Очень круто. Серьезно. По саундтреку, вне всяких похвал, реально шикарная история. Ну а теперь точно все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok